Итак, всем привет! Сегодня пройдемся по верхам двух топов в лице Alexa Mini LF и RedMonster. Обе схожи по форм-фактору и открывают двери в большой формат, однако это всего лишь на поверхности. Подходы к вышеупомянутому большому формату у красных и синих разные. Нам захотелось сравнить съемочный материал полученный с этих камер. По этой причине главное на что мы обратим внимание, матрицы. Для всех тестов использовалась оптика ARRI Signature Prime. Таким образом, мы минимизировали влияние оптической системы на результаты тестов, так как эта оптика является одной из самых совершенных на сегодняшний день и обладает нужными для наших тестов характеристиками. Что касается настроек камер, то здесь все без особых изысков. OpenGate, RAW кодек, 25 fps, Shutter 180, Balance 5600. В отдельных случаях настройки камер мы все-таки будем трогать. Для тестирования разрешающей способности равнодаленно от сенсоров камеры был расположен специализированный тестовый чарт. Перед анализом результатов стоит отметить о методе дебайринга. Данные сенсора Alexa MiniLF возможно декодировать двумя методами ADA5SW и ADA5HW, где второй является самым новым и совершенным методом демозаики, но на практике дал довольно странные результаты в виде артефакта цветовой муар. Поэтому для сравнения было решено использовать именно ADA5SW, так как он выдает более чистое декодирование в отличие от нового метода. Инженеры RED не дают выбрать альтернативный метод дебайринга, поэтому и выбирать здесь не из чего. В связи с тем, что объект тестирования матрицы, а не оптика, мы не будем анализировать паттерны, которые расположены ближе к краю кадра, а пройдемся лишь по центральной части тестового чарта. Чтобы увидеть разницу, достаточно взглянуть на гиперболические клинии, здесь может наблюдать способность камеры различать пространственные частоты. В целом картина достаточно очевидная, но от матрицы монстра с такой плотностью пикселей ожидаешь чуть большего. Все-таки здесь более уместно сравнение с алексой 65, у которой заявленная разрешающая способность составляет в сумме 20,3 мегапикселя. В этом тесте мы ушли от референсной экспозиции на 4 стопа вверх и вниз соответственно. Затем привели материал к исходной экспозиции, но уже на посте. Таким образом можно понять, насколько точно сохраняется хроматическая информация по динамическому диапазону камер. Для конвертации в стандарт ITUR Recommendation BT709, более известный как REC709, использовался ACES CCT версия 1.1 со стандартными профилями IDT и ODT. При восстановлении экспозиции по краям кадра наблюдалось винетирование, природа которого лично мне в данный момент времени неизвестна, но предположим, что это связано с фрагмой и или с работой тонкорректирующей кривой. Хоть этот тест и не направлен на замер динамического диапазона, однако стоит отметить, что с нижним диапазоном у MiniLF дела обстоят хуже. Что касается хроматических отклонений, то они незначительны как у монстра, так и у MiniLF. В основном изменяется лишь яркостная составляющая цвета, тогда как оттенок остается в исходном значении. Главный паразит — хроматический шум, который очень явно проявляется при недоэкспонировании, подмешивается в исходные значения и вследствие искажает оттенки. Обе камеры демонстрируют высочайший уровень качественности записи и хранения данных. Очевидно, что разница присутствует, но для более детального анализа необходимы иной инструментария, а также специализированное ПО. Целью этого теста не является выявление шумового распределения по яркостным зонам, а нужен он лишь для того, чтобы более явно увидеть характер матричного шума. Начнем с Red Monster. У этой камеры преимущественно шумит синий и красный каналы. При смешивании они образуют пурпурные и розовые оттенки. Связано это, скорее всего, с фильтром Bayer, в котором зеленых фотодиодов в два раза больше, чем красных и синих. Поэтому и в самом шуме намного меньше зеленых оттенков. Что касается самого характера шума, то в его структуре сложно увидеть повторяющиеся рисунки, которые свойственны бюджетным матрицам. Однако паттерн все-таки присутствует, но он крайне слабо выражен. Первое, что бросается в глаза при анализе шума у Alexa Mini LF относительно равномерное распределение шума по каналу. Однако красный канал шумит слегка меньше зеленого и синего. Оправдать это фильтром Bayer не получится. А почему так происходит, известно лишь инженером Ари. Аналогично с монстру, структура шума не содержит ярко выраженных повторяющихся узоров. А более того, напоминает скорее пленочное зерно, нежели привычный цифровой шум. С эстетической точки зрения Mini LF обладает красивым шумом, если брать за референс то самое пленочное зерно. В тестировании на скорость считывания матрицы, он же Rolling Shutter, результат не так однозначен, так как тяжело достичь последовательности в движении камер с помощью одних лишь руки штатива. Как следствие, тест носит в себе сугубо ознакомительный характер и не является демонстрацией достоверной разницы в скорости считывания сенсоров. И да, здесь выдержка равняется 1,05 секунды по обеим камерам, сделан это с целью уменьшения мошенблюра и как следствие упрощения анализа материала. Обе камеры вращались с максимально возможной для нашего оператора скоростью. Ну а сравнивать мы будем кадры, в которых артефакт проявил себя больше всего. Для этого мы выбрали по одному искаженному кадру и сравнили их с референсом, в котором Rolling Shutter отсутствует. Таким образом, максимальный угол отклонения искаженного кадра от референсов составил 9 градусов у монстра и 4 градуса умения ЛЭФ соответственно. По всей видимости, поток информации слишком велик и железо монстра испытывает относительные трудности при своевременном считывании и обработке данных с матрицей. Это все. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok